Как всегда, много нового мы услышали на различных конференциях, которые проходили по всему миру. Я остановлюсь только на самых, на мой взгляд, интересных и главных моментах. Я хочу начать с рекомендации Американской ассоциации урологов по лечению малых обхолей почки. Что нового по сравнению с версией 2021-2022 года? Во-первых, расширены показания к генетическому тестированию пациентов с опухолями почки. Об этом я скажу отдельно. Впервые в рекомендациях ЭВИ рассматриваются вопросы адювантной терапии после хирургического лечения в группе высокого риска. Это опухоли, малые опухоли почки. Речь идет о пембролизумабе у пациентов с высоким риском. Впервые указано, что выполнение МРТ с контрастированием может быть использовано даже у больных с поздними стадиями хронической болезни почек или с терминальной стадии хронической болезни почек, так как гадолини, содержащие контрастные вещества, не являются опасными для пациентов с плохой почечной функцией. Это тоже очень важно, что мы можем это использовать. В новых рекомендациях более четко определены показания к биопсии опухоли почки. Если коротко, то биопсия рекомендуется только в случае, если она меняет тактику лечения. Более четко определены показания к нефректомии и к органно-сохранным операциям. Я не буду на этом останавливаться. Это все отражено в этих рекомендациях. И более четкие показания к активному наблюдению. Но вот на генетическом тестировании очень коротко остановлюсь. Кого нужно тестировать? Все пациенты раком почки моложе 46 лет подлежат генетическому тестированию. Почему? Потому что до 6% случаев рака почки являются наследственными. И сегодня это может повлиять в том или ином виде на их судьбу и на тактику лечения. Все пациенты с мультифокальными или билатеральными опухолями также подлежат генетическому тестированию. Наличие в анамнезе каких-то данных, которые позволяют заподозрить наличие семейного почечного неопластического синдрома, наличие заболеваний у ближайших родственников – это также показания генетическому тестированию. Поэтому мы должны уже тестировать и пациентов раком почки. Следующее, на чем я хочу остановиться, это пациенты после трансплантации почек. Смерть от хронической болезни почек в мире на сегодняшний день – это пятая причина смерти. Это огромное количество людей. И, к сожалению, любая иммуносупрессия увеличивает риск развития рака почки в 5 раз. Поэтому возникает вопрос, можем ли мы применять к этим пациентам те же самые методы лечения, как мы применяем к пациентам без трансплантированной почки. Это вопрос сложный, потому что стоит вопрос отмены иммуносупрессивной терапии, особенно если мы применяем ингибиторы контрольных точек иммунного ответа. И вот это исследование, которое было озвучено в этом году на АВА, где в это исследование были включены пациенты после пересадки почки. Тоже пересадка почки, но речь идет о возникновении рака почки либо в пересаженной почке, либо в оставшейся почке пациента. Как мы знаем, в 40% случаев опухоль возникает трансплантированной почки, в 60% собственной почки, и вопрос, нужно ли наблюдать за этими пациентами. Оказалось, что те пациенты, которые проходили КТ-скрининг каждые 2 года, и у них были выявлены опухоли почки, во всех случаях были излечены путем выполнения нефрактомии или криоаблации. А вот те пациенты, у которых контрольные обследования не проводились, трое имели четвертую стадию, и двое умерли от рака почки. Таким образом, авторы делают заключение, что ранняя диагностика уменьшает смертность от рака почки и позволяет выполнить органосохранное лечение у пациентов после пересадки почки. Мы все знаем, что стадия Т3А – это разные пациенты при раке почки. Это и инвазия перерональной жировой клетчатки, и клетчатки почечного синуса, и наличие опухолевого тромба в почечной вене. И вот интересное исследование, которое было также на ЭВИА в этом году озвучено, где пациенты были стратифицированы по одному из этих показателей. Также была выделена группа больных, у которых имелось два признака одновременно. Среди всех пациентов при медиане наблюдения более 5 лет у 30% появились метастазы, у 4% местный рецидив, и 20% больных умерли от рака почки. Наличие двух и более вышеуказанных признаков было ассоциировано с повышенным риском прогрессии, видите, в два раза с лишним увеличивается риск прогрессии, рецидива в два раза с лишним и смерти по сравнению с наличием только одного признака. Инвазия паранефральной клетчатки оказалась самым худшим признаком стадии ПТ3А по сравнению с инвазией жировой клетчаткой синуса почки или наличием опухолевого тромба. Но для чего нам нужно выделение риска, групп риска? Нам нужно, опять же, для того, чтобы решать вопрос о возможности назначения адюантной терапии. Инвазия паранефральной клетчатки является самым неблагоприятным фактором риска среди всех. Новые препараты ингибитороконтрольных точек, которые мы применяем на сегодняшний день, также исследовались у пациентов с венозным опухолевым тромбозом. В относительно небольшом исследовании 33 больных, вы видите, уровень тромбоза 4 был только у 5 больных, 3 у 3 больных, а остальные больные имели 1, 2 или тромбоз почечной вены. Неудивантная терапия проводилась либо комбинацией неволумаба с эпилемумабом, либо пембролизумабом с оксетенибом. После этого пациентам выполнялась либо открытая в 44% случаев, либо роботическая, либо лапароскопическая нефрактомия, стромбоктомия. Интраоперационные осложнения не отмечены, хотя было 2 конверсии из лапароскопических в открытые операции. Но вот интересные результаты. После неудивантной терапии у пациентов с опухолевым тромбозом почечной и нижней полой вены, вы видите, что у 6% у 2 пациентов вообще не определялась опухоль, то есть это была стадия Т0, Н0. А у 30% больных отсутствовала жизнеспособная опухоль в опухолевом тромбе. То есть иммунотерапия неудивантная была эффективна. Конечно, нужны дальнейшие исследования, но, возможно, неудивантную терапию мы будем проводить. Это может позволить уменьшить и объем хирургического вмешательства, и морбидность. Вопросы адювантной терапии после радикальной нефрактомии мы изучали их в разных исследованиях с разными препаратами. И вот, наконец, закончилось исследование с ингибитором МТОР, эверолимусом, исследование Эверест, большое рандомизированное исследование третьей фазы, где пациенты были разделены на 2 группы. Пациенты, которые после радикально выполненного вмешательства получали эверолимус или получали плацебо. В группу пациентов ходили пациенты с высоким риском рецидива. И вот мы видим показатели выживаемости без рецидива. Это вся группа больных. Очень близко к достоверным различиям, хотя статистически, видите, достоверность не получена, тем не менее кривые выживаемости расходятся. Это все пациенты. Но если мы посмотрим на пациентов с очень высоким риском, а вы видите, вот зеленая часть таблицы показывает, что это за пациенты с очень высоким риском, то в этом случае мы уже видим статистическую достоверность, преимущество в общей выживаемости у пациентов, которые получали в течение года эверолимус после радикально выполненной нефректомии. В группе промежуточного высокого риска мы не видим достоверных различий. Конечно же, это очень интересные данные, но в отношении, извините, это выживаемость без прогрессирования, в отношении общей выживаемости различий получено не было, но все-таки различия в выживаемости без прогрессирования могут нам дать информацию для дальнейшего размышления по поводу адювантной терапии у пациентов с крайне высоким риском рецидива. Переходим к метастатическому раку почки. Мы дискутируем на каждом симпозиуме вопросы и необходимости выполнения циторедуктивной нефректомии. Так вот, оказывается, есть группа пациентов, которым мы можем выполнить циторедуктивную нефректомию и дальше просто за ними наблюдать. Это пациенты с благоприятным прогнозом. В рекомендациях НССН есть такая опция – это выполнение циторедуктивной нефректомии и наблюдение за пациентами с благоприятным прогнозом. Еще в 2016 году Ринни выделил факторы, которые позволяют этих пациентов наблюдать. Это не более одного фактора АМДС и не более двух локализаций метастазов. Вот эти два фактора позволяют разделять этих пациентов на пациентов, которых мы можем наблюдать и которых не можем наблюдать. Исследование, которое было также на АВА в этом году извучено – это 97 больных с метастатическим раком почки. Конечно, это была отобранная группа пациентов, достаточно молодых, с небольшими опухолями, без саркоматозных компонентов, с небольшой метастатической нагрузкой. Но, тем не менее, вы посмотрите на результаты. Медианное наблюдение – 30 месяцев, канцероспецифическая выживаемость – 53 месяца и общая выживаемость – 52 месяца. Двухлетняя выживаемость без лечения составила 32%, то есть каждого третьего больного два года не лечили. И вот эти факторы РИНИ, не более одного фактора МДС и не более двух локализаций метастазов позволяют прогнозировать канцероспецифическую выживаемость пациентов. Таким образом, циторедуктивная нефрактомия с активным наблюдением является альтернативой для отобранных пациентов с отдаленными метастазами. И мы должны эту опцию лечения также рассматривать. Продолжая разговор о циторедуктивной нефрактомии, все-таки как нам отобрать пациентов, которые выиграют от циторедукции, те, которые не получат пользы от циторедуктивной нефрактомии? В данном исследовании, которое также было озвучено в этом году на ЭВИ, исследовались результаты лечения 400 больных, которым либо была выполнена немедленная циторедуктивная нефрактомия, либо проводилась на первом этапе системная терапия с последующей циторедуктивной нефрактомией, либо пациенты ранее перенесли радикальную нефрактомию, и у них появились метастазы. Мультивариантный анализ показал, что независимыми негативными факторами прогноза общей выживаемости является мультиорганное поражение и статус по Корновскому меньше 80. Всего два фактора. И эти два фактора, вы видите, кривые выживаемости, позволяют разделить пациентов на три группы. Пациенты без факторов риска общей выживаемости 43 месяца и с двумя факторами риска всего 7,7 месяцев. Мультиорганное поражение и статус по Корновскому меньше 80. Два крайне негативных фактора, и когда мы решаем вопрос, нужно ли оперировать больного с метастазами, нужно ли удалять первичную опухоль, мы должны эти факторы учитывать. Очень простой алгоритм, но очень эффективный. Иммуно-опосредованные побочные эффекты возникают от 10 до 20% пациентов испытывают при использовании современных иммуно-онкологических препаратов побочные эффекты. Особенно это касается комбинаций невлумаб и пелемумаб. Возникает вопрос, как эти побочные эффекты коррелируют с эффективностью лечения. Потому что были основания считать, что у пациентов, у которых возникают побочные эффекты, имеют лучший ответ на лечение. В этом исследовании исследовалось 89 пациентов. Всего возникло 82 иммуно-опосредованных побочных эффекта. И выживаемость без прогрессирования, и общая выживаемость были достоверно лучше у пациентов с побочными эффектами. Общая частота ответов на лечение была также выше у больных с иммуно-опосредованными побочными эффектами. Так что если у наших пациентов возникают иммуно-опосредованные побочные эффекты, это, конечно, плохо, но мы можем рассчитывать на лучший ответ у этих пациентов. И вот как раз то, что я хотел сказать насчет трансплантации почек. Для того, чтобы лечить пациентов с применением ингибиторов контрольных точек иммунного ответа, у которых возникли опухоли либо в пересаженной почке, либо опухоли в собственной почке пациента, обычно мы говорили о том, что нам нужно отменять иммуносупрессию, поскольку считалось, что применение иммуносупрессивных препаратов ингибиторов контрольных точек иммуно-ответа несовместимо. Но мы знаем, что останавливая иммуносупрессию, мы рискуем получить отторжение трансплантата в 40% случаев. И интересный результат, они были в этом году опубликованы в журнале Lancet, где было показано, что отменяя иммуносупрессию у пациентов после пересадки почки и проводя лечение ингибиторами контрольных точек иммунного ответа, мы можем получить хороший ответ при отсутствии отторжения трансплантата. И это меняет, абсолютно меняет наш подход к лечению этой категории пациентов. И что самое интересное, что продолжение иммуносупрессивной терапии не влияет на эффективность лечения. Мы говорили об этом уже и вчера, и сегодня это использование циркулирующей опухлевой ДНК для детекции разных видов солидных опухолей. И в данном исследовании определялся риск и определялась ранняя прогрессия у больных, которые получают терапию ингибиторами контрольных точек. Преимущество, это понятно, это неинвазивный метод получения опухолево-генетического материала. Данные категории пациентов, это были пациенты с раком почки, с раком уротелиальным, раком предстоятельной железы, мы видим конкордантность между данными, которые были получены в результате определения циркулирующей опухолевой ДНК и риском прогрессии, приближалась к 100% в большинстве групп пациентов. В одном случае 75%, тем не менее, очень высокая корреляция, поэтому я думаю, что за этим будущее и жидкостная биопсия, и определение циркулирующей опухолевой ДНК нам помогут намного раньше определять риск прогрессии. Как только появляется циркулирующая опухолевая ДНК, значит пациенты начинают прогрессировать. Очень коротко о новом классе препаратов. Это препарат Бетерекцепт в комбинации с хорошо нам известным кабазантинибом у больных с метастатическим светлоклеченым почечным раком. Во второй и третьих линиях терапии. Это исследование только первой Б второй фазы. Тем не менее, я решил на нем остановиться, поскольку это новый препарат. Бетерекцепт – это специфический ингибитор АКСЛ. АКСЛ, в свою очередь, стимулирует сахифодин. Как при мутации ВИЧЛ, так и в условиях гипоксии играет важнейшую роль в метастазировании. В данном исследовании он применялся в комбинации с кабазантинибом. И вы увидите, что частота ответа составила 46%. Ни у одного пациента не было прогрессии заболевания. Это вторая и третья линии терапии. Но самое главное, исследователи нашли хороший предикторный маркер. Это отношение АКСЛ к ГАЗ-6. И если оно было больше, чем 2,3%, то частота ответов составляла уже 67%. Это вторая и третья линии терапии. Поэтому я думаю, что Бетерекцепт в комбинации с кабазантинибом будет уже в скором времени исследоваться в более крупных исследованиях уже третьей фазы. Все больше и больше данных о том, что карте терапия может иметь большое значение у пациентов не только с гематологическими заболеваниями, но и у пациентов с солидными опухолями. И вот для рака почки выделена новая потенциальная мишень CD70 для карте терапии. В этом исследовании определялась частота экспрессии CD70 в первичной опухоли и метастазах. Оказалось, что она наибольшая при светлоклеточном раке почки, значительно меньшая при популярном. И полностью отсутствует в здоровой ткани и при других гистологических вариантах рака почки. Эти данные были озвучены на G.U. ASCO в этом году. И CD70 был рекомендован как потенциальная мишень для карты терапии у пациентов с раком почки. Есть и определенный прогресс в тестировании опухоли на чувствительность к тому или иному виду лечения. Это создание персонализированных органоидов из опухоли пациента. В этом отношении опухоль почки тоже оказалась довольно перспективным направлением. Вы видите, что органоиды рака почки оказались конкордантны гистологической архитектонике рака почки. И очень часто даже генетическим особенностям опухоли почки. Поэтому это тоже новое направление тестирования. Заранее мы можем тестировать, будет ли эффективен тот или иной препарат. Есть и недостатки. Это отсутствие опухолевого микроокружения. И длительность приготовления, и длительность выращивания этого органоида. Вы видите, что почти месяц уходит на то, чтобы его вырастить. Ну и последнее, на чем я хочу остановиться. Но это действительно тоже определенная революция. И в диагностике, и вообще в медицине. Это, конечно, развитие искусственного интеллекта. И в этом отношении рак почки тоже оказался прекрасной моделью. Предсказание морфологического варианта рака почки. Мы завтра, даже сегодня, мы услышим профессора Сирота. Своими сотрудниками из института имени Сеченова активно занимаются этой проблемой. А эти данные были озвучены на Конгрессе АСКО в этом году. Так вот, целое направление. КТ-радиомика позволяет не просто отличить опухоль доброкачественную от злокачественной. Она позволяет даже отличить различные злокачественные варианты рака почки. Позволяет отличить, например, ангиомилипому с низким содержанием жира от рака почки. Анкоцитому от рака почки. И посмотрите, какая степень точности. Она выше 90%. То есть мы на основании КТ-исследования можем поставить морфологический диагноз. На сегодняшний день это искусственный интеллект. Это то, что нас ждет в ближайшее время. Более того, мы можем прогнозировать грейд, G. Почему это имеет большое значение? Вы скажете, можно взять биопсию. Так вот, определение грейда с помощью искусственного интеллекта оказалось более точным. Потому что очень часто данные биопсии ошибочны. Очень часто мы получаем только часть опухоли, а в другом сегменте опухоли грейд может быть совсем другой. А в данном случае мы оцениваем всю опухоль. И это может быть важно для решения вопроса о динамическом наблюдении или служить дополнением к данным морфологического исследования, которое мы получаем в результате биопсии. Но самое интересное, искусственный интеллект оказался эффективным и в определении молекулярно-генетического строения опухоли. Мы можем определить мутацию, например, гена PBRM1 с точностью 92%, используя искусственный интеллект. Представляете? А на сегодняшний день, если мы знаем, что присутствует мутация гена PBRM1 только этого гена, то этот пациент должен хорошо отвечать, например, на ингибитор тирозин киназ, на монотерапию. Более того, мы можем прогнозировать инфильтрацию опухоли CD8T-лимфоцитами с точностью 90%. Нам не надо для этого выполнять морфологическое исследование. Мы можем прогнозировать PDL1-экспрессию с помощью искусственного интеллекта. То есть, конечно же, я думаю, что в ближайшем будущем именно при раке почки, как модели для искусственного интеллекта, мы получим сногсшибательные результаты, которые полностью изменят наши подходы к лечению больных раком почки. Большое спасибо за внимание и всем хорошего конгресса. Продолжение следует...